Итак, всем добрый день. И мы сейчас верим часы к тому, как совершенно равными путями люди сюда приходили. Я представлюсь в кухне, это по моему дату. Галана Лаирина Кудрюгера, координатор Национального агентства фестиваля и иммуникаций. И в Пее Хрюстно это те, кто хочет воплотить свои желания, мечты, сделать проекты, их реализовывать. Мой изолей по данному правилу, по ресурсной кооперации, это Станислав Токтайев. Человек, который включал очень многие системы, именно кооперации. И независимо от этого пришел к мысли, что необходимо соединять человеческое, живое, простой продукт, то, что дает, и, соответственно, новую технологию. У меня есть технология ресурсного обеспечения проектной деятельности, или матричный алгоритм материализации действий в современном мире. И в ручном режиме за 30 лет он показал свое состояние. Сейчас пришло время новой технологии, когда можно все это увеличивать в разы и ускорять. С помощью искусственного интеллекта или витдар. Для того, чтобы приступить сразу к работе, каждый из вас сейчас представится, а что он ждет от встречи? Кто я и для чего я сюда пришел? С каким результатом хотелось бы идти? Для чего мы сюда пришли? Для того, чтобы начать отрабатывать эту модель перехода из виртуала в реал и обратно, с учетом совершенно новых подходов, новых технологий, новых механизмов. В том числе, прокачивая историю о эквиваленте человеческого труда. Там, как есть сегодня уже Ярослав Сатронов, кто будет владеть средствами производства. И на каких условиях люди будут обменивать свое время, свою жизнь, свою энергию и другие ресурсы на ресурсы других людей. И сегодня первый такой шаг на этом пути поиска вот этих волшебных папочек. У нас здесь несколько выходов. Первое, сделать это на территории другого государства. Другого государства. Изменить законы. Изменить законы государства. Сделать нейтральную голову. Неправильное дело. В моей практике все три вещи, да? Единственное дело. Вопросы мыться на вопросах, да? И третий, самый тяжелый барьер, который очень часто останавливает не только стартаперов, но и тех людей, которые чего-то учить, это морально-нравственные законы. Законы социума, а даты, да, усталы, еще что-то, да? И, как правило, да, здесь тоже есть выход. Как работать по преодолению барьеров, да? Это отдельная история. Моя задача сейчас показать тот инструментарий, который можно использовать для того, чтобы добиваться своего желания, своего хотения. Следующее. Вот вы чего-то хотите. И здесь есть три волшебных слова. Хочу. Хочу. Могу. И третье слово очень важное дело. Хочу. Нужно ответить себе на два вопроса. Что? Хочу. И для чего? Отвечая на эти вопросы, иногда выясняется, что людям вот это и не нужно. Им нужно вот это нечто другое. Могу. Могу распадаться на следующее. Знаете ли вы как? Знаю. Знаю как. Да? Добиться этого. Не просто знаю, умею. Имею ресурс, возможность. Это матрица самодиагностики проекта, идеи проекта, да? Ваши желания. Вот, как правило, могущество из этих трех блоков, да? Очень часто люди не знают, как, а уверены, что знают. Ну, соответственно, если не знают, то и не умеют. И третья возможность. Ну, как пример. Водитель президента может везти машину. Может, если машина заправлена бензином, да? То есть, если машина не заправлена, то никакая квалипикация не проправлена не поможет, да? Знают как, тогда умеют, но возможности нет. И третье, самое важное, действие, достижение, это действие делаю. То есть, если вы знаете как, умеете, у вас есть возможность, но не начинаете делать и действовать, то, да, мечта остается у нас реализованной мечтой. Это самодиагностика, да? То есть, берете свой проект и раскладываете. Потому что возможность, это в том числе и ресурс. Достаточно ли ресурсов для того, чтобы вы воплотили свои мечты? И теперь, три волшебных кита ресурсного обеспечения проекта. Вообще, давайте поговорим про ресурсы. Какие вам ресурсы, это же уже своими проектами решили, нужны для того, чтобы у вас все получилось? Деньги. Люди. Люди. Административный ресурс. Административный, конечно же. А как же без него мы давно живем? Время. Что? Время. Время, конечно, тогда. Если вы возьмете девять женщин, один месяц у ребенка, они вам все равно не родят. Потому что одна женщина, девять месяцев. Так, хорошо, время. Сильнее техника, материал, да? Ну да. Как-то. Ну, информация, исследование, да? Технологии. 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 Организация вам нужна? Знания. 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 Так вот, смотрите. Ни одному из вас деньги как предмет не нужны. Нужны они как некий эквивалент, на который вы хотите приобрести вот этот курс. И вот если мы называем деньги, да, вот, бубочку D, то из всех оставшихся куколок выкладывается оно потрясающее слово, которое помогает совершать чудеса. И это без мистики. Если бубочку D убираем, да, потому что выяснили, что никто не собирается из денег шить одежду, да, вылипать кольчунги из вас, да, все собираются деньги и обменяют вот на эти ресурсы. Ну, подсказывают, это называется молитва. Так вот, если вы брали кубочку D, получается молитва. А что такое молитва? Это жаркое обращение за помощью к внешним силам. Хоть к людям, да, хоть к Богу. И вот самое первое, что начинается у нас с вами работать, а мы с вами сейчас диагностируем, мы же смотрим на свои проекты, нам это будет помогать, добывать ресурсы. Материализация в нашем мире держится на трюк китах. Первое, кому это надо? Первый кит, на котором держится воплощение вашей мечты. Кому это надо? И вот здесь должен появиться у вас список, фамилия, имя, отчество, контакты, по телефону. Для чего? Потому что многие говорят, мой проект нужен миллионам. Да? Вот если эти миллионы не готовы уложиться, как мы говорим, ну нет у них нужды, значит, этого ресурса у вас нет. И вот очень четко написать список из тех людей, которые даже поклукали вас по плечу и сказали, классно, делай, да, мне это надо. А потом я звоню этому человеку, говорю, вы знаете, вот Сергей Ярославов сказал, что его проект вам нужен, чем вы готовы уложиться. И с той стороны я слышу по громкой связи, что там с ума сошел, когда я тебе на этом обещала. Так вот, все рекламные бюджеты всех компаний мира направлены на то, чтобы вот этот вот кит стал большим. Чтобы появилось как можно больше людей, кому это надо. По именной фамилии. Самая большая засада всех людей, которые с чего вы начинают, иллюзия, что это всем надо, или ужас, что это никому не надо. Второй кит. Кто может помочь и чем? Вот здесь список очень похож. И я сейчас говорю про то, что это происходит и как это происходит в ручном режиме, без всяких электронных вещей. Опять же, когда ты, вот этот список самый большой, да, и он очень одухотворяющий, вот этот вот кит, потому как здесь весь мир, все эти деньги собраны, да, уже сколько там, миллиардов, четыре, ВКонтакте, три миллиона. То есть люди, которые реально могут вам помочь, они собраны, и до них можно достучаться. И три языки, которые я обожаю, и про которые забываю. А кто обязан помочь вам в реализации вашей мечты? Где же вот эти люди? Вот здесь у вас появляется другой список, тоже ФИО, да, ФИО. То же самое, контакты. И номер указа, приказа, распоряжения, согласно которому человек обязан оказать вам в реализации. Обычно вот после такой самой диагностики проекта людям становится плохо, даже физически подготовленным, потому что другой они осознают, что их гениальный проект никому не нужен. Теперь что с этим делать? А вот дальше есть семь множителей, которые позволяют нам вот эти списки увеличивать. Опять же я говорю про ручной режим пока. Первый множитель – это частный момент. Когда вы заявляете, что вы хотите сделать, и начинаете со своей записной книжки. Обзванивают людей, говорят, я хочу сделать вот это, получить вот это, ты со мной, да, и человек говорит, зачем помочь, да? И люди говорят, слушай, точно мне это надо. И вот это вот, это все люди, да? Это люди, и партнеры, и контрагенты, и члены команды, да? Просто там зрители, участники, читатели. Вот эти вот списки, они начинают увеличиваться. Вот уже на этом уровне. Посмотрели – миловато. Дальше идет местный уровень. Вы же это делаете на земле. И точно так же по всем трём китам, да? И если сначала первый ресурсный объемчик у вас маленький, то выходя на местный уровень, у вас, во-первых, появляется обязательно чиновник, который либо вам обязан содействовать, либо, если ваш проект противоречит законному государству, да, вас остановить, и на второй день ваша база людей с ресурсами она увеличивается. Но для этого вы должны знать, да, о чем просить, чего вам не хватает. И не бегать искать деньги на стул, а знать, какой стул вам нужен. Следующий уровень и следующий множитель – это региональный на уровне региона. Итак, да, региональный. Точно так же. Это третий день. Следующий, в отличие от административной территории, территориального движения – это межрегиональный уровень, потому как в соседнем регионе может чиновник оказаться более подвижным, сотрудники найдутся, и быстрее ваш проект зниться. Ваших ресурсов становится больше, потому как у вас уже появляется наполнение, не только контактами людей, но и их желанием надо войти. Следующий у нас – федеральный уровень. Там тоже есть чиновник, да, который отвечает. Там тоже есть люди, которым ваш проект может оказаться очень нужным, очень полезным. И вы их точно так же ищете. Следующий у нас уровень – международный. Это шестой день. Ну, и самый высокий – это всемирный, как вы говорите. Чем хорошо наше время? Тем, что сразу же можно делать всемирные проекты, и можно получать ресурсы со всего мира. Посмотрите теперь на свои проекты, и вы увидите, где вы не дотянулись своей рукой до тех ресурсов, которые в общем-то доступны. Где искать? Вот здесь, понятно, записная книжка. Где искать этих людей? Мы ищем их в сети интернет. Мы ищем их на сайт, мы ищем их в группах влияния, в тематических группах, в различных профессиональных сетях, работа с информацией. Я ссылочку потом кинула в нашу общую группу, там она написана, как, что последовательно это делать и искать. Если каждый день вместе с командой, не одному, а вместе с командой посвящать наполнению ресурсного листа, через 7 дней вы выходите на всемирный уровень. Как показывает опыт именно ручного управления, без использования искусственного интеллекта, люди начинают получать результаты и ресурсы на второй, на третий день, просто потому что они начинают про это говорить. Люди не могут вам помочь, если они не знают, во-первых, что вы есть, а во-вторых, что вам надо. Если раньше, во времена моей юности и молодости, была такая вещь, как барьеры политические, языковые, то сейчас, спасибо гугл-переводчику и другим инструментам, этих барьеров нет. Могу рекомендовать замечательную фразу. Прошу извините меня за вам плохой гугл-португальцкий, но мне нужно то-то, 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 и не могли бы вы помочь. Люди говорят, о, ваш гугл-португальцкий очень хороший. То есть я ни разу не встречала отказа из-за того, что мой гугл-португальный язык плох для изолита на другом фанцизимовом шаре. Вот с этим все понятно, да? То есть вы начинаете анализировать, и вы увидите, где вы просто не доработали, где вы не взяли тот ресурс. Он может оказаться под боком. А вы просто его не взяли, потому что вы про него не знали, и люди про это не знают. Да, это все очень просто. Раз, два и дни. И чем последовательнее вы будете, оно, в целом, как будто элементарное, это очень просто. Но это необходимо и достаточно. Можно ли это расширять, углублять, там, да? Можно. Но если вы начнете по 15 минут каждый день наполнять людьми свою записную книжку, проговариваясь с ними, получаясь от поддержки, вступая с ними в отношения, то ваш проект начнет двигаться очень быстро в течение одной недели. То есть это уже апробировано, это уже доказано, это не требует... Но надо попробовать сами начинать это делать. Оно действует так. На материальные различные истории, на большие политические истории. По проектному менеджменту дальше уже все очень просто, когда вы знаете, кто у вас в команде, как. И здесь вот очень важно, люди, люди команды образования, большинство школ, да, они учат вот так планировать, да, вот у нас здесь есть цель, да, дальше будут задачи, дальше у нас есть план, дорожная карта, как угодно. Как показывает опыт? Планирование, вот это сегодня, сегодня, это завтра. Так вот, если мы планируем завтра и сегодня, то мы недополучаем очень многие ресурсы. Мы сами к себе обрезаем. А вот если мы вот здесь и с послезавтра задаем себе вопросы, а что, для чего? Наша ресурсная база вдруг начинает увеличиваться, мы начинаем видеть то, чего не видели раньше. И чем больше вот здесь вы вопросов себе зададите, тем больше ресурсов и быстрее к вам придут. Да, вот это работает так. Планирование завтра и с послезавтра нам меняет весь сценарий. Если изначально вот у нас сценарий такой, но у вас у всех есть, как только вы начнете задавать эти вопросы, этот сценарий становится вот таким. И, конечно же, надо научиться работать с информацией. Ссылку я кину, да, вот, которая помогает совершенно потрясающим людям, общественникам. Даже у тех, кто занимается в некоммерческом секторе, вот эта матрица позволяет начинать реализовывать проект. Даже у людей, которые совсем не бизнесменами, которые ходили до этого с протянутой рукой, начиная разговаривать за свой проект, начиная наполнять ресурсную базу, они выдаваются в третьем доме. В ручном режиме. И у меня очень большая надежда на ваше сообщество, что, создавая инструмент, при котором отвечали вопросу как, да, можете ли вы помочь проекту, да, чем? Я только понимаю, что я могу помочь этому проекту вот этим. И мне это практически ничего не стоит. У меня это лежит, я собиралась это выбросить, новое совершенно, подарили, да, а там человеку, когда есть это нужно. В ручном режиме мы можем не совпасть, но не будешь всех обзвонить, да, даже если, а вот если искусственный интерес с помощью педагог будет способен находить даже гвоздь, да, то мы тогда ускоряем очень многие процессы, и очень многие мечты начинают удаваться быстро, и людям гораздо быстрее будет удаваться договориться, сплотиться в команду. И про команду тоже очень важно. Очень важно еще, чтобы про команду, да, почему очень многие вещи не взлетают, потому что команда не договорилась. Вот когда вы в команде, то, да, вот очень простая форма. Роль в проекте, статус, что даешь, что хочешь. Вот такие четыре простых вопроса позволяют очень быстро сообразить, что с командой не так, то лишним кому не хватает. Роль и статус это разные вещи. Потому как статус вы можете начертить какой угодно, да, а роль, она может этим статусом прикрываться. Иногда можно совмещать место ролей и статусом. И очень часто команды разбиваются, не договорившись вот здесь. Каждому хочется быть царем, по каждому, да, корона на голове, да. А вот когда вы пишите, что я дарю и что получаю, то здесь мозги ставятся на место очень хорошо. И ставятся не вами как руководителям или как официантам, а самим человеком. Вот вся эта... Друзья мои, записывать и постоянно перепроверять. Постоянно там, да. Вот была ситуация, там сказали, там, без меня нельзя. Я говорю, ребята, могу только, да, статус выдаёте такой-то, роль вот такая-то, но не готовьте человека, потому что я физически не смогу, да, и в какой-то момент статус мой остаётся, да, но уровень моя меняется. И наоборот, уже остается статусом. Статус – это внешнее позиционирование. Кто такая главная вина, какой-то акция, ответственный секретарь, да, то есть там есть первое лицо, там президент, царь, который там Бог, да, кто великий, кто меня нанял, да. Но у нас все будет разговаривать с первым лицом, поэтому мой статус в ряде проектов, которые в открытом доступе можно погулять, вы увидите, что я ответственный секретарь. Понятно, что тяжесть организационная была на моих плечах, да, но человек получал какие-то свои там дивиденды, имиджевые, там, политические и прочее, прочее, прочее. Точно так вот, роли слабость, да, обратите внимание. И вот эти три пиологии, что ты даёшь проекту, и что ты хочешь получить. И вот здесь, чем искреннее будут люди, тем и точнее получат результат. Это вклад, вот, это вклад. Что ты даёшь? Какая разница мне, чем ты владеешь, если ты это не отдаёшь? Что ты понимаешь, да, что вот в этой истории, когда вот, да, вы ресурсы расписываете, вы их декларируете, нам нужно вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И когда вам звоните, то получается, какая-то многомерная матрица, да, то есть вот нужно программное обеспечение, да, или просто железо нужно. И вы смотрите, что может быть. Всё.